Приветствую всех, дорогие друзья! Как ваши дела, успехи, здоровье и все остальное? Понедельный день тяжелый, но все равно надо, надо, вот это слово надо все портит. Мама собрала кабачки, здесь что, перцы, помидоры я купила, сейчас хочу быстро кабачковую икру сделать. Сложности для меня это не составляет, ингредиентов я не знаю, просто буду говорить сколько штук, так мне будет проще, поэтому не придерживайтесь каких-то правил в изготовлении икры. Если вы не заготовки прям не такие долгосрочные планируете, а покушать сейчас, можно легко и быстро сделать. Но я, естественно, сейчас вот это все удаляю, все эти кожуру, вот кто-то обижался, сказал, ну, много шуршите, ну, шуршила я была, наверное. В прошлой жизни. И первое, хочу всем сказать большое, огромное спасибо за ваши пожелания, прекрасные слова. Очень-очень вам благодарна, спасибо вам большое, хоть я и устала, и сегодня я немного уставшая, но все же огромный-огромный рахмет, благодаря вам вы меня мотивируете на новые видео, поэтому устаю, но ничего страшного. Просто жалко, видите, тоже эти продукты все же выросшены своими руками, поэтому огромный привет вам от мамы, огромный привет от всех, все благодарят и говорят огромное-огромное спасибо вам. Ну, конечно, да, у меня писали, чем ваша дочка занята, почему она, ну, это наши казахи писали на казахском, вы там просто, наверное, перевода не было, там можно, кстати, перевести, чем она занимается, есть чем заниматься. Поверьте, и много помощников было, потому что все думают, одна я носилась, конечно же, и посуду девчонки помыли, и убрали, и все. Поэтому не все в руках одного человека, поэтому не надо колкостей, не нужно в чужую семью лезть, в своих семьях мы разберемся сами. Поэтому будьте, ну, добрее, что же вы прямо, вот, я не знаю, я представляю всегда, вот люди, когда даже чужим такое пишут, представьте, что в жизни, ой, они, наверное, этого рядом человека съедают живьем. Конечно, это страшно. Лучше нужно быть мягче. Что делаю сейчас? А сейчас я делаю, все ножи уже, знаете, у меня поистаскались сейчас, случайно, не сейчас, а вчера вообще, я смотрю, лежит у меня коробка с какими-то ножами, вот, думаю, как хорошо и прекрасно. Сейчас просто почищу эти огурцы, ой, огурцы, говорю, ну, почему здесь вообще огурцы-морковь, чего я придумала? Что хочешь? Не знаю, где у меня эта чистилка должна быть еще. Какая-то такая страшная чистилка, не знаю, где я, не очень люблю, что ли, эти чистилки. У нас у казак, вы знаете, все должны всегда пахать, работать. У нас не бывает такого, что там маленький ребенок, что ты это обязательно, ты должен упахаться на нет, и там прямо сдохнуть на пути. Я не знаю, почему такое, мне всегда жалко семьи этих людей. Ну, представьте, как они с ног своих жирают, да, ну, это жирают же, это естественно. Это бедные снохи там, если до чужих лезут, а своих-то вообще я представляю. Поэтому нельзя быть такими. Будьте добрее, в руках наших снух и дочерей наша старость, запомните это всегда. Завтра просто вас не будут в старости уважать, и нахер подадут ли, и уж так и подадут ли чашку воды. Серьезно, поэтому зачем? Молодежь тоже устает, им сейчас нелегко. Им наши гости нужны. Это мы уже со своими гостями тут привыкли. А для них им тяжелее даже. Поэтому нужно оценить, уважать. Так, теперь что еще? Я сейчас вот буквально из того, что есть, сделаю все, знаете, что я делаю? Я единственное кабачки закину позже. Морковь я сейчас прям начну ее тушить. Хотя морковь же все равно молодая. И как бы могу и помельче поесть. Вообще я так делаю, девчонки. Я все кидаю вместе. Все это тушу вместе. Ничего я отдельно. И не знаю, всегда вкусная икра. Просто обалденная. Все ложу вместе. Просто в конце ложу чеснок в конце уже. Эти молодые кабачки только с кожурой прокручиваю. И все, все ложу вместе. Ничего отдельно никогда не варю. Сейчас все закину. В конце уксус немножко добавляю. И остальное все тушу. В одну кастрюлю бросаю. И помидоры, и все это. И просто-напросто тушу до готовности. Потом блендером. И все. И добавлю розмарин там, что есть. Базилик, мазилик. Все это добавлю. И все. Так что вот так вот я готовлю икру. Она и на зиму годится в холодильнике. Все равно держим или там в погребе. Просто стерилизуете ее потом в банках. И все. Больше ничего. Зачем мучиться вот это? Когда смотрю тяжелые видео, такие, думаю, ой, не-не-не. Я не могу это. Не для меня такое все это. Вот это взвешивать что-то там. Ну, попробуйте вот так на вкус. Пробуйте сами баланс сахара, баланс соль. Я же можно штампанить. Не, я не люблю. Вот лук положите обязательно. Лук нужен. Ну, луку ладно, что там, сколько любит. Вот, обычно кто-то обжаривает это все. А я просто тушу хорошо и все. Прокручиваю чеснока туда всех. Там приправы разные. И все. И очень вкусно. Сейчас я это все помою хорошо. И все. Вот все, что есть, это нарежем в казанок и будем тушить. Этот казан уже давно стал уличным. Черный газ коптит, короче, у меня на улице не пойдет. Если бы был выходной день, уже на коптящем бы там на улице сделала. В другом казанке есть такой глубокий. Ну, что есть, не знаю. Влезет сюда, не влезет, не знаю. Но сейчас попробую. Заливаю масло я. И что? Масло заливаю. Где-то пока полстакана. Ну, не пол, чуть меньше полстакана. И что? Ложу туда. Первое. Отправляю всегда я лук. Все немножко жарится. Крупно все. Отправляю лук. Нет, что-то у меня. Сейчас все вот так вот по очереди. Буду отправлять. И все. И никаких проблем. Ничего я, девочки, ничего отдельно, говорю уже, ничего не делаю. Попробуйте упростить себе жизнь. И у вас это получится. И ничего не будет переварено. Ничего не будет. Тем более, мы будем блендерить. Зачем это нужно? Себе создавать лишнюю работу. Каждый год я подделаю икру. И все прекрасно. Единственное, знаете сейчас, что эта морковь чуть потоньше нарежу. Для того, что только морковь твердая ведь. И все. Больше развлечения. Перец лучше брать цветной. Разные. И зеленый, и красный. И какой есть. Цвет даст. Плавровый лист обязательно добавляем. Обязательно. Круксус в конце добавляю. Не люблю рецепты. Нет, нет. Когда смотрю, все равно рецепты устаю. Нет. Это вот это все. Ой. Мне кажется, уже потом и солить это не захочешь. Все, честно. Все, бросайте. Если вы соблюли температурный правильный режим, все, и добавили немного уксуса, там, то еще у вас ничего не взорвется, ничего у вас не пропадет. Честно. Все нужно просто варить правильно. Все. Это сейчас тушу. Если вдруг у кабачков окажется, что много, и я не влезу, то ничего страшного, я оставлю, еще сделаю икру. Икру мы съедаем, да, вот за время, так сказать, в осенью глубокой. Я в холодильник ставлю, все. Потом съедаем. Потрачу эти кабачки уже большие. Вот так приведу. Полстаканчика, наверное. И все. И все. Короче, в этот хазан все влезло. Сколько чего есть, все бросайте. Вот в соли я вам, как не подсказчик, я не знаю, я сначала солю. Не так много. Потом уже пробую в процессе, когда выйдет жидкость, я уже пробую, сколько мне еще нужно досолить. Но сахара я ложу, конечно, больше, чем соли. Это естественно. Прямо такие три лопаточки сахара я ложу. Ну, на это количество уже знаю. Такая очень умная, все знаю. Так, и здесь у меня, как у бабки в мешочке, есть сухой лук, укроп, петрушка. Я положила. Потому что, ну, нету в этом году петрушки, не растили почему-то в этом году с петрушкой проблемы у нас. А вот, кстати, про бархотцы. Кто говорил, шафран делают. Вот у меня насушенные бархотцы. Листочки сушу, потом вот у меня есть. И запах хороший. Ну, давайте туда бросим, подумаешь. В чем бросаем? Бросаем, что обязательно, паприку я ложу, молотую, я ее везде ложу. Прямо вот так, ложечку паприки. И обязательно перец горошком. Лавровый лист обязательно. Несколько штучек лаврового листа сюда ложу. Острый швирачу наливаю. Потом вложу сухой чеснок. И все, такой чеснок уже в конце. Где-то вот такие сухого чеснока. Ложка полная такая. Так, все, масло налила. Масло еще доливаю. В общем, масло полстакана налили. Но надо до стакана довести. Масло любит. Кабачковая икра любит масло. Все, сюда я сейчас еще помыла. Принесу базилик. И все вроде бы. Все, базилик ложим. И все это тушим. И все натернуло. Красиво получилось. Сейчас покажу. Вот такое яркое, красивое блюдо. Посмотрите. Для пудра. Вот и все это под крышкой тушим. До готовности. Главное, дорогие друзья, не кабачки размешивать. Вот наверху они как находятся, таких оставляйте. Я смотрю, в кастрюле уже черное было на руке. Кто напишет сейчас. Вот. Поэтому главное, как я уже сказала, не размешивать. Пусть потихоньку варится. Не знаю, час-полтора будет тушиться. Ну, час, наверное, точно полтора, это уже слишком. Час будет тушиться. Вся эта смесь выделит жидкость. Потом попробуем на соль, на все вот эти... Давайте выпьем. На все компоненты достают, не достают этим. Что-то нужно положить, не нужно. Поэтому, конечно, это я не навязываю вам это, но я очень это легкий вариант. Не знаю, а тут натирают, тут что-то режут, тут это моют. О, это целый день. Я не могу. Такой процесс для меня это долгий. Все, закинула. Все. Я не знаю, я не жду прямо остывания полного. Я так бандерю горячими, ничего. Потом оставляю, и все. Ничего не будет. Кондер включен, оставлю всю ночь. И все. И на следующий день уже разливаю икру, и в холодильник. Но это икра такая, знаете, съесть ее. Но и на зиму я так же, таким же способом делала. Просто уже, конечно, в банках я ее стерилизовала. И банки стерилизовала отдельно, и ее стерилизовала вместе уже с икрой. И все. Поэтому вот сейчас как закипит, я потише сделаю, и все. Кстати, я в Яндекс.Дзен тоже выкладываю. Но вы мне напишите, куда вам удобнее, где россияне можете смотреть мои видео. Потому что писали, где мы можем смотреть проблемы в Турции, инстаграма нет, да? Ну, что-то такое, короче. Вы мне напишите, а я туда и выставлю эти видео. Поэтому Яндекс.Дзен буду выставлять. Смотрите. Если получается у вас смотреть оттуда, конечно, печально, что нельзя даже смотреть каналы, какие-то приложения, там очень плохо. Ну, уже вот тут в процессе, друзья, тут все уже можно перемешать. Уже посмотреть, сколько жидкости нужно ли доливать, не нужно ли доливать. В моем случае, я думаю, что жидкости можно чуть-чуть налить. Вот так вот. Очень ярко, красиво. Все вот это вот будем еще тушить на точный час. Где-то будем тушить. Главное, не на сильном огне тушить, а вот так вот. Да, немного налью жидкости. Хотя вообще хватает. Сейчас посмотрю. Все вот так вот. тушу, крышкой закрываю и все. Дорогие друзья, парится, парится. Смотрю на шкаф, как у меня на уху. Так охота лягушки языком. Так, оп, выдержала жидкость уже. Хорошо, что не добавила. Все, выделила жидкость. Вот сейчас, вот в этом моменте, уже можно пробовать на соль, на все. Уже это момент полуготовности нашего данного продукта. Теперь, что еще? Забыла, черный перец хочу тоже. Ну, я же горошком бросила, но все равно. Перца много не бывает. Размешиваю и пробую на вкус. Так, там появилась нахава у меня уже в ютубе. Рустама хотят засватывать, то нашего понравился. Ах ты, такая сейчас минута. Рустам понравился. Так что, Светочка, мы вас ждем. берите пока холостой. Кривер, доченька. очень вкусно пикун. Сахар чувствуется, теперь соли надо еще. Так, торопилась, я разбила крышку под соль. Ну, да ладно. Вот соли, да, соли теперь нужно. Уже вот надо посолить. А сахара достаточно. требует кухнеуборки, если честно. Но хочу кое-что переделать. Но это в планах. Вот такой яркий цвет, хороший будет. сейчас покажу в размешанном виде. Очень хороший, яркий цвет, получится оранжевая. Прям икра будет оранжевая, как и положено быть икре. Я, знаете, я немного налью чуть-чуть этого соевого соуса. Он придаст такой вкус необычный. Немножко, пару ложек столовых. Вот видите, очень хороший морковный оранжевый цвет. Все, уже полуготова. Она еще будет вариться. Вообще надо уже дверь в области закрывать. Эти, залетают разные товарищи. Еще решила розмарин немного добавить. Такой сушеный. Там идет, что где уже. Или сыпется, или не сыпется. Что это? Сыпется. Сыплется, сыплется. и орегано. Тоже даст вкус хороший. Все. Уксусом. Вот несколько капель буквально, чтобы придаст эту кислоту. Я тут такой, знаете, маленькую дырочку сделала, чтобы каплями лилась. Так, друзья, теперь вот четыре зубчика чеснока, большие прям зубчики. Я тоже целиком бросаю, так как буду блендерить, поэтому не буду ничего с ними делать. Вот так целиком бросаю. Все, еще минут десять тушу, и все. И на этом закончим. Буду просто блендером, но пробую все равно на вкус и обязательно уксус проверяйте, насколько, ну, чтобы была вот эта вот, вот, именно такой вкус вот у икры. Обязательно добавляйте всякие ингредиенты, что есть приправы, и тогда будет вкусно. Жаль, вот петрушки у меня нету, было бы хорошо. Почему петрушку не посадили, вообще не понимаю. Для этого случая я, конечно, одеваю фартук, ну, потому что вдруг брызгать будет. И смотрите, когда блендером я пробью, то я еще проверю вкус, и еще поставлю тушиться, чтобы вот эта лишняя влага испарилась. И все. И на этом этапе потом все. В итоге где-то занимает все это часа два-два с половиной. Ну, весь этот процесс. Поэтому сейчас влага вообще при открытой крышке должна хорошо выпадиться. ее даже видно на поверхности будет. Но ничего, будете тушить и когда уже будет проблендеренная, будете тушить, влага испарится. так расчернилась кастрюля вообще. Все блендером пробиваем и все. Но не буду шуметь на камеру, поэтому покажу уже итогово в прозрачной. Положу как положено. Ну, друзья, структура хорошая. Камера так все тоже не передает. Она прямо оранжевая. Вот как-то ловила. Сейчас цвет не могу поймать. оранжевая. Вот здесь желтый угол показывает. А убираю и показывает оранжевую. Очень хорошая морковного цвета. Оранжевая такая вот получилась смесь. Так, дорогие друзья, сейчас прозрачную навигу и посмотрим на вкус. Попробуем как раз и посмотрим цвет, потому что камера только что не передает она точно. но икра цвет тот, который как в магазине абсолютно. Из-за того, что кабачки у нас желтые. Вот. Все. Сейчас покажу поближе. Вот икра. Вот такая структура. Ну, видели, показала. и я ставлю на слабое. Немножко поварю. Пока блюк вот эти. Но обязательно накройте, потому что она будет как бы, знаете, стрелять. Сейчас будут эти и те, как вулканчики надо накрыть. а то иначе как вот так стрельнет и все. Вот на этом этапе пробуем. Чеснок я положила. Ну, для меня как будто бы все на месте. Ну, и острота чувствуется. Всегда я не тороплюсь. Он уже на крышке вот эти взрывы. Я не тороплюсь. Я распробую все. Все вот эти вкусы прям с краев беру. Я уже подостыла и пробую. Ну, для меня все достаточно. Ой, для чего уже вкусно. И сахар достаточен, и соль, и перец, и вот эти нотки каких-то приправ. Прям все достаточно. Ой, это очень вкусно. И уксуса достаточно. Красота. Просто красота. Прям отрежу батон. хоть и теплая, но хочу прям. Сейчас намажу так. Не знаю, увидите цвет. Не увидите. Плохо, что камера реальные цвета искажает. Еще ночной же свет. Вот, да, вот. Более видно уже. Угу. очень вкусно. Еще сейчас подостынет, подожду немного, потому что горячая. Очень хорошая икра, структура. О, как там эти, хорошо, что накрыла крышкой. Сейчас где-то минут, наверное, 15 я вот так потушу, чтобы влага ушла. И все. И на этом все готово. Так что готовьте. в описании напишу, сколько я чего примерно положила, я-то знаю уже. И все. И можете приготовить так. И не надо голову морочить, ничего отдельно. Жарить, варить, тушить. Поверьте, это напрасный труд. Экономите свое время, любите себя, и все. Вот так прям съем. Угу. Угу. Мы дома любим такую кабачковую икру. Очень хорошая. Угу. Вкусная. Вот такое видео было. Всем хороших снов, приятных, спокойной ночи. Рада буду вашим комментариям, буду рада подписке, буду рада лайкам. Всему-всему это поддерживает канал. и стимулирует человека к продолжению снимать ролики. И вас, думаю, тоже стимулирует совершать какие-то домашние дела. Пока-пока. Пока-пока.